Неприятное соседство. Детская площадка рядом с мусорными контейнерами и сопутствующие последствия по всему двору. Общественные советы микрорайонов сделали еще один шаг в направлении благоустройства. Напомню, новая структура создана в Самаре для того, чтобы оперативно решать локальные проблемы конкретного дома, улицы или квартала. О том, как это работает, Кирилл Козин. Долгое время детская площадка у дома 191 по улице Ново-Вокзальной соседствовала с мусорными контейнерами. Страдали не только ее юные гости, но и весь двор. И мусор летел, и голуби постоянно, дети подходят, но люди складывают все, что им не надо сюда. Могут в контейнер, могут не в контейнер, рядом. Вещи разные там еще. Дети вот, им интересно, для них вот это все как игрушки. Здесь тоже обслуживает эту площадку НП «Жиллидер» муниципальной компании. Порядок на площадке, всегда порядочек. Но детская площадка и контейнеры, да, на виду бумага, все летит. И здесь все видят голуби, а дети бегут голубям. Изолировать злосчастную мусорную площадку удалось совместными усилиями. После вмешательства общественного совета микрорайона. Получилось так, что вот уникальность работы управляющей микрорайона, что есть возможность, так сказать, без привлечения бюджетных средств. И бюджеты здесь ни копейки средств не было задействовано. То есть руки это местные жители, материалы это управляющая компания предоставила, да. В общем-то, какой-то механизм, чтобы нам закопаться. Это администрация района там поработала, что нам предоставили. Общественные советы микрорайонов созданы в Самаре по инициативе губернатора. Всего их 355. К примеру, областной столицы последовали и в Тольятти, где ОСМ сейчас активно формируется. Цель – сделать власть ближе к людям и вместе решать проблемы отдельного двора, улицы или целого квартала. Кирилл Козин, Сергей Александров, Новости губернии.